здравствуйте дорогие зрители с вами андрей или же иной и мы продолжаем проходить море звезд что ж древний туман дал нам задание говорит к идите бейте монстров которые не восприимчивы к атакам кастовать нельзя так что каким-то макаром пытайтесь что-то там жульничать живую магию применять ну что вот этот злодей 0 о что-то посыпалось и него это атакник это атака никак не подействовала вероятно заклинание могло бы помочь но мы не можем применить его здесь полагаю здесь должна включиться часть про применение магии без ее использования но как эй во время моей атаки появились маленькие шары может это живая мана возможно я чувствую какое-то притяжение к ним да я тоже да я попробую кое-что усиление левый шифт оп ого сработало какие ощущения чувствую силу если я теперь атакую это должно наносить магический урон хитро то есть впитываешь ману после этого твоя атака становится магической ух ух это было потрясающе я хочу попробовать это следующим открыто усиление теперь обычно таки будут генерировать живую ману удерживайте shift и нажмите пробел чтобы поглотить заряд для усиления можно суммировать до трех усиливающих зарядов каждый из которых добавить следующему действию долю от вашей магической атаки увеличивая его силу от магической атаки то есть магическую атаку качаешь в итоге можно и в другую прокачать в случае обычных атак тип урона от врожденной магии персонажа также прибавляется к типу урона его оружия то есть если тупым оружием то еще и лунным оружием ударить неплохо имеете дело со сложной системой замков нужно сделать исцеляющие заклинание эффективным или вы просто хотите нанести больше урона обязательно используйте усиление а насчет исцеляющего заклинания эффективного не очень понял но очень интересно у костра тепло и уютно что мы можем приготовить чаудр режем на чистим варим готовенько вкусно и аппетитно отдохнуть у меня было много жизней я был прям могущественным сохранение ушел налево пойдем на право пойдем все соберем начинаем прям так заблокированный проход а вот сундучок не заблокирован базовая броня стоп-стоп-стоп базовую броню пожалуйста у гарл и так жизни не миллион он справится ох уж эти пескуны ай 19 ты там конечно так гарл шифт давай впитывай в себя что у тебя там за атака будет не знаю но убей его ну ему и хватило опыт летит летит дергаем рычаги конечно сверху там понастроили ну что давайте ребята у я еще кого-то успел ударить это приятно shift впитываем больше больше мне пожалуйста ах вот это эти фаерболы не знаю как на них действовать эху ты конечно видим тебя магическая атака никакая поэтому ты бьешь как они все бьют не очень а я думаю что делать а тут видимо надо хитрить хитрить раз уж я скинул лестницу теперь делаем рычаг возвращаемся обратно и прыгаем по вот этим вот выступом так на знал что попаду хорошо не знаю как от фаерболу вернуться но зато ты можешь поесть это же не навык это просто перекусить правильно правильно и и еще ударить чтобы ману установить выглядит как первый кристалл который мне нужен шок пошло телепортироваться тук страшно когда такие вещи происходят ну ладно центральная солнечный проход в котором ничего нет лунный проход в котором тоже ничего нет и и тут лезем что пишут загадки чтобы получить этот артефакт вам нужно правильно ответить на три вопроса посмотрим хорошо ли вы учились какое из этих двух действий останавливать очки магии атака кинг а ну видимо надо идти дальше до следующего вопроса а если ответить неправильно скажет ты дурак отвечай заново куда я спрыгнул зачем я это сделал потому что мог ладно иногда дурная голова ногам покоя не дает и приходится бегать перепроходить так второй вопрос как называется школа где вы учились школа сонсостояние зенитная академия нет да зенитная академия там был храм сонсостояние а вот школа то был о сундучок вот сундучок я должен взять просто рецепт яичница с грибами ну-ка где у нас плюс очки жизни плюс очки магии грибы и яйца ни того ни другого нет ну что я готовлю прямо всего что есть где тут можно безопасно спрыгнуть везде одним из важных обязательств воинов сонсостояние является уничтожение сетельниц во время какого природного феномена они становятся уязвимыми зато пускай будет затмение надо я угадал на сетельницы пух как это тут мега структура собирается не к добру не к добру это фигня сейчас соберу мега робота убийцу и как потом с этим жить вот и я не знаю так полетели полетели что-то я думаю думаю не лечу так загадки были бои были что у нас тут еще немножко побывать что-то среднее так о сундук просто блестящие жемчужины я вот не продаю их а наверно надо бы ну спрыгнуть то конечно соблазнительно но пока пожалуй не стоит так бежим бежим рассыпал маны ну заблокировал четвертинку и еще ту четвертинку так впитываем убьем вот этого пока он еще ничего не сделал хорошо а можно комбо атакой комбо нет нельзя просто поешь иногда надо просто покушать ух сразу насыпало мешочков то так во первых куда это ведет куда то в никуда да поэтому пожалуй вернемся любые рычаги надо дергать о мостики ну тут просто пройти тогда просто идем надеюсь я тут ничего не потерял ничего не забыл древняя аппаратура ну и что я сейчас создал и еще дополнительный бонус нам я пожалуй отдохну пускай весь мир подождет испытания во мгле ну что мы готовы пора сделать последнее приготовление вы готовы да заряд заряжен хо-хо-хо юные путешественники завершили приготовление что это моя машина судного дня с помощью которой я уничтожу человечество вижу вы понимаете силу живой манны но можете ли вы управлять ей сейчас узнаем можно снова использовать заклинания вам это не поможет хо-хо-хо-хо-хо-хо ух ты какой дед сразитесь со мной дети сон состояния так справедливо да ммм ммм ну что начнем сразу ну ммм ммм с жесткого cos основ моера нажимите пробилу чтобы отразить а ну ты уязвим а Ох, ты давай там как-нибудь попроще. Че такой жесткий-то? Ох, ты серьезно? Усиление. Усиление. Хоть кто-то переживет или нет, или надо просто его бить, бить ему по лицу. На тебе. И? Один. Э, я этого не ожидал. Конец игры. В смысле конец игры? Продолжить. Просто мне так вот, лицом об асфальт меня такой, на! Я готов. Ну как бы я не готов, но я готов. Или надо просто идти фармить. Фармить золото. Снова использовать заклинание тут. Сразитесь со мной. Ну ладно, попытка номер два. Вот что ему надо? Что этому пацану надо? Чтобы я просто атакой его бил? Ай! Ай! Еще и рукой своей добавляет. Давай там, не знаю, солнечным шаром ему. На тебе, 63 уязвимости. Кто-то уже умер. Так, ну... Мужики, девки, ребята и прочие. Просто ем. Что это за босс такой серьезный? Что такое? На! На тебе, на! Нажмите, чтобы отразить. Два-четыре-двадцать-четыре. Эх! Ах! Предметы. Томатный сэндвич. Хавай. Так, заблокировал достаточно, чтобы пережить. Хм-м-м. Так, все мертвы. Один-один стоит. И он там через один ход еще что-то сделает. И я умру. И как жить с этим? Просто можно похавать. Держи филе. А-а-а! Навыки. Исцеляющий свет тебе не нужен. Ай! Минус двадцать-два. Еще... Там тридцатку хп. Во, наконец-таки мне показывают, что он делать начинает. Луна и... Штука. Впитывать у меня нечего. Так что давай, как-то, сперва. Зел, атаковывешь его? Эх! Никто не говорил, что ты еще раз с чем-то стукнешь там? Ну, я же вроде ударил тем и другим. Конец игры. Шо я делаю не так? Шо-шо-шо я делаю не так? Или это на самом деле то, как и должна быть эта игра выглядит жесткой? Несмотря ни на что. Дневные путешественники завершили обучение. Какое обучение завершили? Я пока вижу, что надо мной издеваются, как хотят. Ладно, давай-ка ты вот просто шар ему в лицо. Хотя он там говорит, что три хода что-то будет делать. А тебе 80 урона. У этого бесконечной жизни, у этой штуки 57. То есть, в принципе, эту штуку можно сломать. Надо ее ломать. Меч древнего тумана. Иначе я сам сломаюсь. Раз так. Надо ломать. 27, 27. Ах, почти. 30. Блин, ну каждое... Каждое мое там питание, оно... Не спасает меня. Нисколько. 43. Ай. Очков магии. Или это он атакует в ответку только когда вот... Встречный удар. 30. А если я буду просто... Просто кушать сэндвичи? Да, пока ничего страшного не происходит. Просто кушаем сэндвичи. Ну, конечно, там сейчас, наверное, жахнет меня по лицу. На. Так, пошла у него... Надо убить его руку, прежде чем он что-то там не сделал. Тут 16 хп. В принципе, ты... Можешь каким-нибудь... Можешь каким-нибудь... Человеком. 13. Ммм... Тут... Хочется уже впитать и... Попытаться заблокировать. А то потом не умру. Вот, два усиления, поэтому 2 луны будет. Поэтому это, наверное, так работает. Хорошо. Нет, нифига. Ах, заблокировал как мог. А вот никак ты не заблочишь теперь эту штуку. Надо еще помнить, что дает каждая штука. Погоди. Ты можешь... Нет, ты комбо-атакой не умеешь владеть. Поэтому просто заедай стресс. Как бы не умереть. Исцеляющий туман. Плюс 36. Ах ты жук какой. 14. На тебе и 13. О, вроде бы... Сломалась. Сломалась у него рука. Какие предметы? Навыки. Навыки у тебя нету. Питание 7 стоит. Это грустно. Можно его руку вторую атаковать? Наверное, нет. 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 Ну, 18 хп. Давай-ка исцеляющим светом. Хилимся, живем. Наверное, как можно... Ох, плюс 50. 16. Ох, 17. Опять свою руку пытается восстановить, да? Будем действовать по старинке лунорангом, а потом дубиночкой в коме стукнем, и все будет хорошо. Сороковничек. Это ему хорошо прошло. Так, теперь давай-ка впитаем это все. Впитаем еще. Впитаем еще. Ну, просто сейчас максимально тройное усиление. Бей его. 33. И что-то даже сломал. Меч древнего тумана чувствует себя лучше. Что? Что значит чувствует себя лучше? А у меня как раз манда кончилась. Чтобы там что-то... И он сейчас еще будет хилиться. Ладно, пускай будем бить. Исцеляющий туман. Плюс 55. А, себе похилил? Ммм, 27. Впитать все сейчас или нет? Или надо просто бить? Так, эти уже такие золотистые. А может они могут еще больше их быть? Пока тут находится... Атака. На. Комбо. 27, так 27. Ай. Ну, это я могу перетерпеть. 10. А? Легчайше. Еще 26. Только-только ему там выбил. Надо ему... Скиллом пройтись. 47. Хорошо. Так, так. Так. На тебе. Влобешник. Фу. Да уж, этот босс с его дополнительной атакой, конечно, меня... Солидно. Хо. Вас, несомненно, ожидает блестящее будущее. Валерий Зел, я нарекаю вас воинами солнцестояния. А, я знал это, вы лучшие. Ха, вот так. Мы сделали это. Я сверился с туманом времен, когда вы проходили испытания. Когда будете готовы покинуть это место, найдите меня у священного озера. Я расскажу вам соответствующие предсказания. Тогда мы отправим вас в большой мир. Хоу. Теперь это не займёт много времени. Хм. Отдохнуть. Конечно, его контр-атака. Не ожидал я, что она так вот прям по-жёсткому работает. Куда это я могу? Или просто обратно в эти места телепортироваться? Зачем? Верните меня домой. Верните меня домой. Вернуться в горной тропе? Да, вернуться. Ну что, доброе утро. Пришло время начать путешествие. Утро? Но ведь сейчас глубокая ночь. А, да. Полагаю, твои друзья должны решить это. Что именно? Принести нам рассвет. А мы сможем? Хо, вам нужно лишь встать на небесную руну. И что потом? Что-то внутри вас уже знает ответ. Вот так. Что мы тут управляем днём и ночью? Теперь сконцентрируйтесь и принесите нам рассвет. Концентрируйся, давай. Используйте Е и Кью, когда стоите на небесных рунах, чтобы изменить время дня. Вперёд. Хм. Как вы это сделали? Это самое потрясающее, что я когда-либо видел. Хо-хо-хо. Эта часть всегда проще, если просто попробовать. Итак, иногда вы будете находить механизмы и печати, проводимые в действии магическими рунами, реагирующими на время дня. Их установили воины в состоянии, пришедшие до вас. Некоторые содержат артефакты, которые должны помочь будущим членам Ордена, таким как вы, а другие держат запечатанными злые силы, которые слишком сильны, чтобы противостоять им. Искать или нет эти испытания и артефакты, решать исключительно вам. Но, конечно, мы будем всё искать, о чём ты спрашиваешь. Теперь можете начать своё путешествие. Встретимся по ту сторону этого разлома. Э? И как там перейти? Используя силы, конечно же. Встретимся на другой стороне и в качестве подарка на прощание. И расскажу вам, что мне удалось прочесть в Тумане времён. Зарядите с помощью кристалла самую маленькую руну наверху, и вы увидите, что произойдёт. Так, хорошо. Ну, самую маленькую руну... Заряжаем, заряжаем. Ммм. Мотаем обратно. Укушухи и Трицы. Интересно, я справа там никаких сундуков не забыл. Наверняка забыл что-нибудь. Место приземления на Туманном острове. Готовы отправиться в Большой мир? Ээээ... Да. Чё уж тут. Позвольте, мы проводим вас. Но сначала ваши пророчества. Я передам их прямо вашему разуму, потому что они принадлежат исключительно вам. Зейл, подойди сюда. Чтобы достичь своего максимального потенциала, сначала тебе нужно встреситься в ночь внутри себя. Эээ, окей. Спасибо, Древний Туман. Пробуди в себе зло. Я чувствую в тебе ненависть. Только ты её не используешь. Валерий, подойди. Когда придёт время, ты будешь тем, кто создаст пути на воде. Ммм... Понятно. Гарл. И мне тоже? Круто! Учтите свои возможности во время этого путешествия. Хорошо, Древний Туман. Гарл, это не диалог. Ой, простите, продолжайте. Туман не прояснился в твоём случае, но, благодаря своей добросердечности, ты можешь успокоить измученную душу. Хорошо, я постараюсь. Вы усвоили всё, чем я мог вас научить. Я переправлю вас на остров Спящего Змея, где вам суждено встретиться с экипажем, отправляющимся на поиски приключений. Подружитесь с ними, и они помогут вам добраться до острова Призраков к следующему затмению. Чтобы активировать этого великана, скажите ему имя Икстол, и он отправит вас на остров Спящего Змея. Чтобы вернуться сюда, просто подойдите к Икстолу и скажите ему имя великана. Его зовут... Икстол, круто! Как его зовут? Как его зовут? Как вернуться домой? Тх, надо. Что ж, полагаю, некоторое время мы не увидимся. Хо, хо, хо. Нет, погоди. Хо, хо. А, такой, на-на. Полетели. Большой архив. Итак, Валерий и Зел отправились в путешествие со своим лучшим другом, воином-поваром. Пытаясь добраться до острова Призраков, к затмению, им вскоре предстоит столкнуться с двумя очень сильными колдунами. Один, ведомый гневом, другой, лишённый жизни. Хм. Нежить, что ли он? Лич. Маг-лич. Ну, уже трое показывают при загрузке. И летим-таки, бам. Поймал. Дюнк. Ничего себе, это было великолепно. Древний туман не шутил. Вот это мы прокатились. Кто знал, что мир так огромен? Что теперь? Полагаю, нужно найти корабль. Тогда вернёмся вниз. Отсюда всё равно только один выход. А вас не беспокоит, что вы не узнали пароль? О, семена пошли. Пошли семена. Так, слева проход, справа проход. Я везде хочу побывать. Так. Это мой сундук. Я его возьму. А там пещерка. Золото Х-90. Неплохо. Тогда надо возвращаться в пещеру идти. Искать приключений. А может быть и тайные сокровища. Но то, что боссы тут заставляют искать к ним подход, это, конечно, прикольно. А, ну тут просто кольцо мага сонсостояние. Вот так вот. Вот так вот. Снаряжение. Ладно, ЗЛ, например. Участники команды восстанавливают одиночку при своевременном блоке. Прямо на все участники, да? Так как групповое колечко. Видимо, золотые кольца, они не просто так. А можно просто спрыгнуть? Как жесткий. Можно. Вот это приятно. Так, семена. Места, в которые не попасть. Два хода. Ладно, бей этого. Можно тебя усилить просто. И бить обычной атакой. Конечно, фейерболом ты бы, наверное, аннидилировал все живое. Так, какой там своевременный блок? Просто дубины по лицу. Получай. 16, ты серьезно? Хорошо. Косточка. И капусточка. Ладно, ладно, лезем. Ладно, лезем. Сколько же тут дорог на канатах? А если канат порвется? Никого это не беспокоит, видимо? Кроме меня. Ну ладно. Зато помидоры везде растут. Кто так сажает? Так. Радужная ракушка? Что за радужная ракушка? Ну-ка, предметы. Может заинтересоваться коллекционера. Заинтересоваться? Заинтересовать коллекционера может. Так. Так. Так, жмем кнопку. О, человеческие мосты. Просто чувствую, что кого-то ограбляю. Это что, я не понимаю, было? Картошка? Какая-то она странная, конечно. Ты мою картошку соврал. Ух. Хм. Ух. Красиво. Стильно. Молодежно. Одобряю. Топи. Ну, очевидно. Топи на горе. Что у нас там испытания к новым горизонтам? Там какие-то черви. Так, дайте. Вид, конечно, красивый. Что это за муравьеды? Муравьевикан. Ну да, справедливо. Так. Ломай его полностью. Хорошо, сломал. Сопротивление? Какое нафиг сопротивление? Ну, они, да. Они хитиновые. А вот, как бы уже сопротивление поменьше. Но все еще... Все еще дофига. Закопался. Тунг-тунг-тунг-тунг. Не угадаешь с ними. Ладно. Я понял. Нужна серьезная артиллерия. Так, ну почти аннигилировал всех. А, ну... Непонятно, когда его бить. Хорошо, огоньком тебя ударю. Ну, точно никак. Тут что такое? Поверхность кажется хрупкой. Наверное, разобьется, если мы прыгнем с достаточной высоты. Хороший план, по-моему. А это не кажется хрупкой? Ну, видимо, как-то тут... Забраться и урониться. Вопрос, зачем? Когда-то тут помидоры есть. Роняемся. Шо за грибы? Прямо вкуснейшие грибы. Хм, пещеры с грибами. В прошлый раз сэндвичи меня спасали, так что нельзя сказать, что это все бесполезно. Это очень-очень полезно. Так, где ты? Хулиган, а ты что? Попал по лицу мне. Слушай, можешь мне вот... Питание там... Подпитать меня? Спасибо. Ай. С своими бумерангами. 39 хп. По-моему, вы хотите просто получить солнечного шара. На! Ты еще жив? И только одна... Воздушная атака считается. Ну, шо это за восемь, а... 1 хп, восемь. На тебе. По лицу дубиной. В виде щита. 318 топа до следующего уровня. Лучше почти-почти. Давай. Лезь спасти некой этой штуки. Нет? Не, Дима, нет. Забираемся... Так, что это? Надписи на рунах стали со временем разборчивыми. И что, мне теперь надо отматывать время назад, чтобы стало все полегче? Ну, часовой какой. Сейчас мы его... Снимем. Ну, не получилось как получилось. Просто луноранг. Тренируем пробел. Ай, ну, это слишком рано нажал. Признаю, оплашал. Блин, а этого... Давай вот гарлом стукнем. Вдруг у него хорошо пробьет этого муравей-ликана. Нифига не пробьет. Непонятно, как этих муравьев контрить. Вот это он вроде законтрил. И чуть не помер. Давай исцеляй. Если это муравей не меня кусит, то все будет хорошо. Двадцатка, конечно. Питание, пожалуйста. Ай, прошло насквозь. Пускай ты как бы сопротивляющийся, но хотя бы как-то... Счет двадцатка. Вот. Вроде заблокировал, но легче не стало. Или нет? Не заблокировал ничего. Две сферы. Давай, впитывай, впитывай в себя всю мощь... ...человечество. Двадцать восемь. Ой. Ой-ой-ой. Вот я чувствовал, что это двадцатка урона. Они не шутили прямо. Так, этого убьем. Этого не убьем. Ну, со временем... Со временем он тоже помрет. Блин, еще один такой бой, и я получу уровень. Яйца всякие. И приправы. А что он охранял? Вот он при любома что-то охранял. Проход к сундукам. Вот что он охранял. Пояс силы. Так. Снаряжение. Плюс четыре к силе атаки. Хм. Дай-ка тогда Зейлу ее-то дадим. Еще и коза приехала. И этот у меня умирает. Так. Пожалуйста, питание. Напитай его. Пусть мы будем получать урона. Ну, уже я все равно не успею сбить этот. А вот этого пацана надо убивать. Убивать. Убил ее, конечно. Ай. Дридцатка. Вы прямо хотите ее. 21. И 15. Ну, хо-хо-хо. За что мне это? Просто в ноль по мане. Так. Зел. Работай. Работай как умеешь. Так. Легче не стало. Новица. Дуга полмесяц. Ух, вроде бы получилось вдвойно, но не уверен. Ох, просто боднуло. Просто боднуло. Ага, и луна, и меч. Что ж ты за зверь-то такой? Ах. Навыки. Питания не хватает. Не хватает питания. Так, шифт. Не так-то хватило бы. Не то, что там ломать. Уже два комбо-атаки. Ну. Нет бы вот сейчас не убить его, а вот что-нибудь сделать такое бесполезное. Чтобы комбо использовать. Ну, опять надо падать сверху. Очередные муравьеды. Ты один тут? Да нифига ты не один. У тебя есть питание? У тебя ничего нет. Тогда спасай девку. Прибежали такие ребята. Где мои очки манны, которые в всей команде, если я идеальный блок делаю? Или за нужный блок именно им, ему делать? Угу. Угу. Ладно, Гарл, давай. Восстанавливай манну какую умеешь. Ах, двадцатка. Эй-эй-эй-эй. Полегче. Питание. У меня оба уже, оба дохлых. Как вот к ним относиться? Так, ты отдыхай. Ты пытайся лунорангом что-то сделать. Не знаю что, но что-то делай. А, нифига не получилось. Бадабум. Ай. Бадабум-то хватит. Что это за шахеды такие? Сейчас еще отъехать от каких-то неудачников. Так, восстанавливают. Команда восстанавливает. Томатный союзник. Ладно, и ем. По-моему, ты вот ешь, получаешь двадцать урона. Ай, даже тридцать. Ну вот вроде этот встал. Кого-то там можешь убить ударом в своем состоянии. Ну кого-то... Зачем вообще это все? Ты можешь просто вот грохнуть какого-нибудь пацаненка. На. На. Живем. Мужик, ты будешь вставать там, нет? Похоже, не торопится он вставать. Живи. Так, наш самый главный... А, кормилиц пришел. Там вылез еще один страус, или он там был всегда? Двенадцать. Это и так помрет. А может нет. Сорок-три. Ух, да. Наверное, надо было вот так все-таки делать. Комбо. О, исцеляющий свет. Его главного, а остальных как повезет. Ох, хорошо как. Опять эти бодобумы. Умри, пожалуйста. И ты умри, пожалуйста. О, новый уровень. Ну, конечно, тут бои на смерть. На мою смерть. Так, чего мне не хватает? Блин, уж реально здоровье просто вкачать. Магическая защита, магическая атака. Здоровье это универсальная защита, универсальная атака. Ха-ха. Плюс три физической защиты. И сколько мне будет меньше урона прилетать? Не 20, а 17. Что-то я как бы не почувствовал. Моя здоровье просто. Я уже один раз ей вкачивал здоровье. Будет у меня толстенькой. А ты со своими там фейерболами. Мана мне, пожалуйста. Ты теперь. Защита у тебя, увижу, 13-13 уже и так хорошо. Чтобы ты был танк-танк. Я бы тебе ману на самом деле вкачал. Ты еще... Тоже качай здоровье. Будь человеком простым. Да. Тут, конечно. Это что? Просто так? Так, там, по-моему, тоже можно было откуда-то спрыгивать. И что-то получать за это. Действительно. Так, я вижу выход наверх. Значит, пойдем направо. Красивенько. Но ничего нет. Пусто. Хотя после последних этих битв я такой... Ай, хорошо, что ничего нет. Тише едешь, живее будешь. Что вы там пытаетесь? На тебе по лицу. Так, Зейл. Ломай его полностью. Отлично. Уязвимость. Мой самый ненавистный враг. И бьет больно. И просто убивает. Что это за начало боя такое? Я ничего не заметил, что у него хп не существовало. Друга полумесяц. Можно по-троим стукнуть. Ах, мы до бума пошли. Понимаю. Так, убей кого можешь. Отлично. Этого ты можешь убить? Если только... Хотя ты можешь вот этого вырубить. На некоторое время. Ну, как бы, мог бы. Давай, впитывай, впитывай. Потому что ты будешь бить пацана. Да, улетел. Улетел хорошо. Пускай он ударит, а потом я... Какому бы исцеляющим светом каким-нибудь... Костану. Интересно, можно как-нибудь пробел нажать в нужный момент, чтобы... Просто уничтожить, пацанненка. 23. О, это... Просто неважно, что ты пытаешься сделать, я буду бить тебя так. Очевидно, кристалл, который вот... Не дает мне пройти. Уж надо... Надо как-то быть. О, водичка. Хороша вода. Но сперва за сундуком. Руда бирюзового янтаря 4. Можешь вытолкать ее отсюда? Нет. Ну, нет, так нет. Топи. Что можно приготовить? Сэндвич. Шестьдеточков в жизни, это, наверное, конечно, хорошо, но... Блин, яичница с грибами выглядит... Давайте нарезаем. Варим, жарим. Поджаривается. Ох, яичница с грибами, вкусно... Вкусно-то. 35 очков жизни. Простой салат. Можно даже парочку намутить. Уж 35 лучше, чем вот 20. Давай-ка сделаем парочку простых салатов. Просто рик. Ну и думаю, на этой замечательной ноте мы и закончим эту серию. Все-таки испытания были жесткие. Я тут прям... Игра начинает показывать свои зубки. Это интересно. Если вам понравилось, поставьте лайк. Потому что мне каждый лайк радует душу. Напишите комментарий и ждите следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.